Приветствую вас. Я думаю, что основная проблема ваша заключается в самооценке, которая вас заняется, в страхе одиночества и в страхе потерять своего молодого человека, а также уже как следствие этого неуверенности в себе, возможно, нереализованность ваша собственная и, возможно, еще какие-то моменты менее важные, но, тем не менее, влияющие на то, что происходит с вами. Понимаете, молодой человек не отвечает вам, не считается с вами и не воспринимает вас как кого-то важного и ценного для себя только по той причине, что вы не воспринимаете себя как ценную и важную себе. Ваш молодой человек кто-то убежден, что вы никуда от него не денетесь. Ваш молодой человек кто-то считает, что всё, что вас волнует, это, ну, грубо говоря, то, что связано с вами. Ой, с ним, то есть, с ним, извините, с ним. Вот, с ним. Связано с ним. И момент, который это определяет, да, момент, который это определяет, мне кажется, крайне важен. Вот. Такая вот история. Понимаете? Поэтому решать, решать проблемы, нужно именно, как мне кажется, в этом случае. Вот. Мне кажется, что решать ваши проблемы нужно в этом моменте. Дальше, отвечай на вопрос. Подскажите, можно ли как-то разговором дать понять, что меня не устраивает, что он действительно дорогой, но подобное отношение ко мне меня не устраивает? Можно, но не разговором, а действием. Разговором вы уже говорили и всё осталось по-прежнему. Поэтому я не думаю, я не думаю, честно говоря, что речь здесь идёт о разговоре. Тут я не думаю, что дело решится разговором. Я думаю, что дело решится исключительно вашим изменением в поведении, как бы. И как только вы будете больше внимания уделять себе, как только вы будете больше внимания уделять тому, что вам важно, как только вы будете больше ценить себя сами и как только вы будете организовывать свой, ну, свой собственный круг, свой собственный круг общения, например, свой собственный круг взаимодействия с людьми, например, вот и так далее. Такая вот история. Дальше. Значит, мы с моим молодым человеком пишите вы уже два года вместе. Начали жить тоже вместе. Когда? На номер 23 в последнее время все больше и больше чувствую, что нахожусь в этих отношениях одна. Так бывает, когда люди не могут... Человек начинает слишком... Ну, значит, слишком сильно растворяться в отношениях. Вот. Такая вот история. То есть вы, видимо, очень сильно нуждаетесь в мужчине, очень сильно... сильно растворять в них в отношениях. Вот. Дальше. Дальше. Я постараюсь так. Мне кажется, что мой МЧ свою жизнь делит на всех и на меня. Ну что ж, такие мужчины объективно есть. Относиться к этому можно по-разному. Вот. Ну, то есть по-разному можно относиться к тому, что он... Человек разделяет жизнь на вас и на все остальное. Вот. Здесь только... Вот это такой человек, вы его так и приняли, и если у него такие ценности, от этого никуда не деться. Он никогда не посвящает свои дела. Если он никогда не посвящал вас свои дела, почему сейчас вас это стало на... А-а-а. Так. Значит. Тулю вы дали, вы пишите про... ...дорогостоящие покупки. Дали, вы... ...приводите примеры. Вот. Я не могу понять, почему человек себя так ведёт. Пишите вы, Вероника. Вы не можете понять, почему человек так себя ведёт. А-а-а. Ну, вот. Наверное, это ещё одна проблема. То есть вы пытаетесь понять другого человека. Вот. Как можно понять другого человека, если зачастую люди сами себя не понимают? Ну, для меня лично загадка. Вот. То есть зачем вам понять? Вот вы говорите, что меня это задевает. Как задевает? Давайте разберём, как это вас задевать. Вы чувствуете себя пустым местом? Вы чувствуете себя как-то ещё? Вот. Очень много у вас примеров. Очень много примеров. Но при этом вы мало достаточно говорите о своих ощущениях. Вы снова копаете вглубь. А-а-а. Просто у меня, когда у меня были тяжёлые моменты, он был не в городе. Он был не в городе по делам. Он был не в городе по делам. Мне обидно, что я у него далеко не в приоритете. Вот этот момент и есть момент с самооценкой. Проблем. Значит, вас задевает то, что вы у него не в приоритете. А почему вы должны быть у него в приоритете? Вот. То есть на этот вопрос вам, на мой взгляд, нужно задать. На этот вопрос вам нужно дать ответ. На мой взгляд, опять же. Ну вот. Такая история. Это то, что я могу вам ответить. Поскольку ваш текст в основном состоит из примеров, то материала и информации для анализа достаточно мало. То есть вы не говорите за счёт, да, страх о том, что вас с молодым человеком изначально объединяет и о том, что у вас, ну как бы, вот как у вас развивались отношения. Да, то есть если он вас изначально не принимал, если он изначально с вами, ну вот не считался, то для меня загадка, как я сказал, а почему он типа должен это делать спичал. А то что изменилось. Ну и поработать с тем, как вас, чем, поработать с тем, чем вас это, чем вас это выдивает, впрочем, мне кажется очень важным, потому что, собственно вот, эту проблему нужно решить. но проблема решается, вы понимаете, ВАМИ, проблема не решается человеком, то есть самим им, вот. Эта проблема может решиться только Вам, только ВАМИ самой, вот. На этом всё, я надеюсь, что помог Вам, если Вам понравился мой ответ. Буду благодарен Вам за его оценку в качестве лучшего. Я Вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что в скором времени ситуация разрешится самым лучшим образом для Вас. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...